Опа! Привет, с вами доктор Влад. Ну, время подошло очередных новостей. Тут вот случай разбирают все. Значит, Бла-Бла-Кар есть такая организация, что ли, или сервис. Да, и вот девушка поехала и взяла с собой попутчика, и потом она пропала, и звук с телефона... Не звук, а метки с телефона пропали, машина была потом найдена на стоянке, вымытая, без отпечатков пальцев, и девушка пропала совсем. Во как! И, в общем, ну, тут многие об этом пишут, и фотографию публикуют. Очень симпатичная, не бедная совершенно девушка. Ну, просто взяла попутчика, видимо, дело не то, что там 500 рублей у ней заплатила, а просто, чтобы скучно не было ехать. Ну, в общем, вот такие дела, ребята, и девушку никак найти не могут. Вот есть подозреваемый, но о нём чуть-чуть попозже. Следующая статья, значит, «Безумные подарки вождя». Ну, это вот то, что хитрый колхозник Лукашенко, значит, подарил четыре мешка вот этих вот... Ой, мешков картошки, четыре мешка картошки. Вот, и тут вот в этой статье написано, что действительно собирается, видимо, Путин забрать Белоруссию присоединить, и в качестве очередного просящего младенца появится ещё один Крым, только в пять раз больше, при том, что ещё в сам Крым вливать и вливать, а ведь есть ещё и Донбасс. К Кремлю, впрочем, всё ни по чём. Вот только что отослали в Венесуэлу неправдоподобные 15 миллиардов долларов, и очевидно, что без возврата. Вот такие дела. Лукашенко вымаливал слёзно всего 2-3 миллиарда, но ему денег не дали. Ну, в общем, вот план Путина, видимо, такой, да, повторить крымскую эйфорию, присоединить Белоруссию. Посмотрим. А концовка интересная. Только ещё национально-освободительного движения не хватало, потому что с белорусской стороны вовсе не все собираются в Россию там бегом, да. Ну, Би-Би-Си, вот опять спор между Би-Би-Си и МИДом. Значит, Би-Би-Си настаивает, что отправляла жалобу в МИД России после публикации личных данных по сотрудникам корпорации. Вот они сказали, что они написали письмо, вот, а Захарова говорит, что она этого письма не видела. Ну, вот Дерипаска, опять его тоже склоняют, использовал экс-офицера Гру в качестве посредника для решения вопросов с бывшим главой штаба Дональда Трампа. И вот тут дальше продолжение, что интересно. Значит, вот этот глава, да, бывший, Пул Манафорт, и у него были многомиллионные долги, в том числе и тому самому Олегу Дерипаске. Видимо, он его на крючок подцепил, и, в общем-то, это не очень-очень-очень хорошо. Издание полагает, вот кто это опубликовал, да, полагает, что эта связь может стать одной из самых ярких свидетельств вмешательства России в выборы в США. Ну, так, ребята, да, ну, там полно неярких свидетельств. Вот ещё интересно. Помните, я вам говорил, комедию, значит, такую создали под названием «Праздник о блокадном Ленинграде», как они там все на верхушке жировали. Вот, ну, якобы, значит, ряд чиновников уже потребовали от Минкульта не выдавать ленте прокат на удостоверение, прокуратура запросила видеоматериалы. Вот, а однако же интернет-сервис YouTube обещал помочь создателям комедии «Праздник о блокадном Ленинграде», как рассказал в эфире режиссёр ленты Алексей Красовский, уже завтра днём желающие смогут увидеть картину, вокруг которой ещё до выхода разгорелся скандал. Да кто удивляется, они всю дорогу жируют. Что вы думаете? В Кремле у них тоже нельзя санкционные продукты. Да, а что-то меня как плохо видно, вообще-то говоря. Ну-ка, что ли, какую-нибудь лампочку на меня включить или... Ну, ладно, ничего, байки из склепа опять. Бывший подчинённый Алексею Люкаеву, который выступал как свидетель обвинения против экс-министра, получил и повышение. Вот она карьерку-то себе и делает. Да, вот такие дела, ребята. Ну, посмотрите, я сам не смотрел, Александр Невзоров почему-то снял ролик «Искусство не жреть». Если вам интересно, поглядите. Ну, как тут? Как тут не жреть? Не знаю, Новый год на носу, да? Полиция проверяет сообщение о подожрительном предмете в торговом центре «Мегахимки». И был анонимный звонок, и 5000 человек вывели оттуда. Я надеюсь, что ничего не взорвалось. Это у меня примерно часа два назад была новость. Я тут занимался кое-чем. Вот интересно, тоже висит новость. Давно-давно МВД собирается привязать номера автомобиля к месту регистрации. Но это бы ладно еще. Но дело в том, что в ГИБДД больше не будут выдавать номера. Они будут определять только комбинации из букв и цифр. А владельцы машин должны сами напечатать их. И опять денюжка, да? Ну, это же не бесплатно будет. Ясен пень. Вот так вот опять собирают. Лукашенко назвал состоявшимся союз РФ и Беларусь. Я сначала испугался, но оказалось, что просто 20-летие. Со дня подписания договора. И, в общем-то, он Беларусь пока Путину не сдал. Я думаю, что он добровольно не сдаст. Еще одна новость вообще такая сногсшибательная. Крышу нового футбольного стадиона в Петербурге все-таки атакуют птицы. На этот раз, похоже, не шутка. Не бакланы. Помните, говорили, что бакланы? Была хорошая крыша, бакланы раздолбили. Чайки. Этих морских птиц привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который блестит на солнце. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу. Это вот гендиректор Газпром-арены. За полгода около 50 сегментов пришлось заменить. Но на этом можно такие бабки хорошие зарабатывать. О, пик сегмент, надо менять. И этот, надо менять, денежку. Давай, давай, давай. А сегменты ничего, постоят. Кошмар, да? Страна жуликов. Ну и вот теперь, ребят. Вот если вы хотите знать, что будет в следующем году, вот две последние новости, да? Значит, первая новость. Помните, я вам говорил, что девушку, в самом начале девушку никак не могут найти. Задержанный по подозрению в убийстве вот этого, значит, вот этой девушки оказался ветераном ряда военных конфликтов. Он служил в горячих точках. Друзья дали ему кличку Чекист. Вот. И он, значит, состоял в боевом братстве ветеранской организации. Вот первый, да? Смотрите. Вот они голову поднимают, да? Эти ветераны. С позволения сказать, Донецка и Сирии, да? И второй. Росгвардия закупает дистанционные электрошокеры и баллоны со средоточивым газом. Ведомство разместило накануне тендер на закупку спецсредств, которые могут обезвредиться с расстояния нескольких метров. Общая сумма покупки около 20 миллионов рублей. Ранее МВД закупило дистанционные шокеры, которые выстреливают картриджами на общую сумму 80 миллионов рублей. Росгвардия также опубликовала закупки на различные защитные снаряжения. Шлемы, бронежилеты, комплекты защиты рук и ног, а также противоударные щиты. Это не армия, ребята. Это против вас. Это Росгвардия. Вы понимаете, о чем разговор? Да? Уже вот я тут насчитал 100 миллионов. Потратили на то, чтобы защищаться от вас. Не защищаться, а лупить просто-напросто. Вот и все. Понятно, да? Ну и последняя новость. Вот говорят, а что у вас в Америке все хорошо? Нет. Вот массовая драка во Флориде, в кафе. Мужчина и женщина стали выяснять отношения. И там еще, значит, подключились остальные. И, в общем, 8 человек были доставлены в больницы. И вот фотографии. Ну, ребят, кубинцы, конечно. Что такое Флорида? Это кубинцы. Кубинцы передрались. Если не зря, в общем-то... Я Трампа иногда ругаю. А иногда он, может быть, делает и правильно. Что с Кубой, может быть, даже и не стоит вот так вот заводить прям такие отношения. По-небратски. Вот. Америка, Куба, дружба. Потому что там кубинцев очень много во Флориде. Очень много. Вот. И ведут они себя, мягко скажем. Вот мексиканцы у нас тише воды, ниже травы. Да, полно мексиканцев здесь, да? А кубинцы, они погорячее немножечко. Так что вот такие дела. Ну, ладно. Завтра Новый год уже. Ну, как? Сегодня 30-е, завтра 31-е. Ну, ладно. Дождемся как-нибудь. Всего хорошего. Доктор Влад с вами. Дождемся как-нибудь.